Урок ответственности Признаки актуальности урока для вас Вы терпеливый человек, можете, стиснув зубы, мужественно выдерживать трудности. В вашей жизни не раз происходили события, перед которыми вы были бессильны и оставалось только терпеть и страдать. Вы верите в предопределенность судьбы. Вы часто произносите такие или подобные слова. Такова судьба, ничего не поделаешь, надо смириться с тем, что есть. Когда происходит неприятность, вы задаете вопросы. За что мне это? Почему Бог меня наказывает? Вы часто жалеете о том, что в вашей жизни что-то произошло так, а не иначе. И считаете, что виноваты в этом обстоятельства или другие люди. Вспоминая ошибки прошлого, вы говорите «Но я ничего не мог поделать. Это не от меня зависело. У меня не было другого выбора». Вы не понимаете, как можно жить для себя. Вам кажется, что это очень скучно. Вы уверены, что жить надо для других. Часто говорите «Ну, мне-то одному, одной ничего не нужно». Вы живете в большей степени жизнью близких, детей, супруга, супруги, а не своей собственной. События их жизни, их переживания, проблемы, эмоции, интересы вы воспринимаете как свои собственные. Вы часто произносите такие фразы или соглашаетесь, когда их произносят другие. Дети неблагодарны. Мы им, детям, супругам, отдаем лучшие годы, а в ответ даже спасибо не получаем. Стараешься для них, стараешься, а взамен ничего. Вы ощущаете неудовлетворенность и разочарование, если другие не оценили то, что вы сделали. Вам важно, чтобы вас постоянно хвалили, благодарили, подчеркивали вашу значимость. В противном случае вы думаете, что вас не любят и обижаетесь. Вы чувствуете себя успешным только в том случае, если другие люди подтверждают вам это. Вам нравится фраза «Надо жить одним днем». Под этим вы подразумеваете, что не стоит заботиться о будущем, ведь оно все равно от вас не зависит. У вас есть излюбленные СМИ или другие источники информации, которым вы стопроцентно доверяете. Если кто-то предлагает вам познакомиться с другой точкой зрения, вы даже не хотите слушать. Когда кто-то интересуется вашим мнением по какому-то вопросу, вы обычно ссылаетесь на авторитетные для вас источники и повторяете то, что узнали из них. Когда вас спрашивают, чего бы вы хотели, чем заняться, что заказать в ресторане, куда поехать и так далее, вы отвечаете «Не знаю» или «Мне все равно» или «Я предоставляю вам решить». Задачи, которые необходимо решить в рамках урока ответственности. Открыть в себе могущество Бога, вернуть свою силу и свое право жить собственной жизнью, пробудить свои созидательные возможности, научиться брать на себя ответственность за свой выбор, научиться определять собственные желания и потребности и следовать им, начать жить интересами своего духа, научиться принимать решения и самостоятельно управлять своей жизнью, выработать собственное мировоззрение, следовать своим принципам и убеждениям. Вы постоянно сталкиваетесь с неблагодарностью. В рак ответственности проходят люди, которые на протяжении многих воплощений оказывались в подчиненном или даже угнетенном состоянии и не могли самостоятельно принимать решения, чтобы управлять своей судьбой. Вы удивитесь, но это нужно было для того, чтобы вы в конечном итоге научились управлять своей судьбой. Вы рождены существами со свободной волей, таковы условия жизни на планете Земля. Подчинение чужой воле и подавление интересов собственного духа настолько противоречат естественной природе вещей, что рано или поздно это становится невыносимым. Ваш дух рвется к свободе. Вот почему он выбрал для вас на данное воплощение трудный урок ответственности. Вам кажется странным, что ответственность тесно связана со свободой, но это в самом деле так. Так, ответственность предполагает, что вы самостоятельно делаете свой выбор, свободный выбор. Если же вы не несете ответственности за свою жизнь, то выбор за вас делает кто-то другой, и это зачастую совсем не тот выбор, который вам нужен. Как и в любом другом уроке, все начинается с появления катализаторов. Обычно это родители, воспитатели, другие близкие люди. Вы договорились с ними еще до вашего воплощения, что они будут вашими катализаторами. Вы сами так решили. Именно согласно вашему решению в вашем детстве, возможно, были ситуации, в которых вы оказывались жертвой неких непреодолимых сил. Это могло быть неблагополучие в семье или родители, которые жестко вели себя с вами, или ранняя потеря родителей, или другие независящие от вас обстоятельства, которые заставляли вас страдать. Все это привело вас к убеждению, надо терпеть, надо себя переламывать, с судьбой все равно не справиться. В итоге вы начали приспосабливаться, подстраиваться под других людей и обстоятельства, забыв о своих интересах, о своей собственной воле. Все это должно было привести вас к той точке, где вы уже не сможете терпеть такого насилия над собой и задумаетесь о том, что надо что-то менять. Ведь если вы живете, подчиняясь чужому выбору, это рано или поздно заставляет вас страдать. Вы постоянно вынуждены делать не то, что хотите. Вы вынуждены терпеть то, что терпеть не хочется. Вы терпите и думаете, что за свои мучения должны быть как-то вознаграждены, но вознаграждения вы так и не дожидаетесь. Вы не получаете даже благодарности. Оттого испытываете обиду, разочарование и страдаете только сильнее. Страдание от того, что вы отдаете свою силу, подчиняете жизнь кому-то, но получаете неблагодарность, а то и наказание. Это и есть основная коллизия вашего урока. И вы даже не догадываетесь, что подчиняться и жить чужой волей это тоже был ваш выбор. И те ситуации, которые казались вам независящими от вас, на самом деле зависели от вас. Вы притянули их программой, заложенной в вашем подсознании и на вашем энергетическом уровне. Если вы внутренне готовы подчиняться, всегда появится тот, кто готов вас подчинить. Подчиняясь, вы отдаете свою силу, вы становитесь слабее, а потому снова вынуждены искать кого-то, кто будет решать за вас. Это замкнутый круг, но из него есть выход. Вспомните, что вы могущественны, потому что внутри вас могущество Бога. Своим могуществом вы можете создать что угодно. Вы можете создать слабость и беспомощность, а можете создать ответственность и силу. И то, и другое – ваш выбор. Он зависит от вас. Заново обрести себя, свободного человека со свободной волей, обрести право на выбор своей собственной жизни, вернуть свою силу и свое могущество Творца – это вам по силам, и именно в этом ваша задача. Отработка урока ответственности включает три фазы. Первая фаза – возвращение себе могущества Творца. Вторая фаза – возвращение силы своего «Я». Третья фаза – принятие ответственности за свой выбор. Если урок ответственности для вас второстепенный, то вы научитесь следовать своим интересам и при этом строить равные отношения с другими людьми. Если этот урок главный, то в вашей жизни продолжат появляться люди, которым захочется управлять вами и отбирать вашу силу. Но вы научитесь не поддаваться им, сохранять свою силу и жить своей жизнью, независимо от чужих желаний. Первая фаза – возвращение себе могущества Творца. Вы в самом деле могущественны, потому что в вас могущество Творца. Вы просто забываете его востребовать. Вы все еще не до конца верите в то, что ваш дух – это Бог внутри вас. И вы, востребовав силу и могущество Бога, можете управлять своей собственной вселенной пространством вашей жизни. Все не так, как бы вам хотелось, и вы пытаетесь менять внешние обстоятельства, не меняя ничего внутри, хочу вам сказать, что могущество Бога работает по-другому. Вы не можете менять внешний мир, не меняя ничего внутри. Вы властны над собственной вселенной, над своими мыслями, чувствами, поступками, намерениями. Но если вы проявляете свою власть над тем, что у вас внутри, меняется и внешний мир. Таким образом, вы влияете на события опосредованно через себя, потому что вы и есть главный инструмент и главная действующая сила любых перемен. Если вы не верите, что вам мешает проверить? Скажите себе, «Я слабый, я ничего не могу, я не хозяин своей судьбы». Затем скажите, «Я сильный, потому что во мне сила духа, я хозяин своей судьбы, я успешно справляюсь со всеми своими задачами». Сравните свое состояние в первом и во втором случае. Вы заметите, что можете как лишить себя силы, так и делать себя сильнее. Только лишь словом, мыслью, собственным настроем. А за изменением настроя последует и изменение событий. Если вы считаете себя слабым и полностью зависимым от других, вам останется только сидеть, лить слезы, горевать о своей несчастной судьбе и наблюдать, как она становится все несчастнее день ото дня. Если же вы полагаетесь на силу своего духа, берете на себя ответственность за происходящее с вами и смело смотрите в будущее, вы непременно заметите шансы, которые вам выпадают, и не упустите их. Вы пойдете вперед, вы возьметесь за дело, которое, может быть, считали для себя непосильным, и справитесь. Востребуйте могущество Бога внутри себя, чтобы открыть в себе силу управления собой и своей жизнью. Эта сила присутствует в вас. Она только ждет вашей команды к пробуждению, что мешает вам дать эту команду немедленно. Какие бы программы слабости и беспомощности не присутствовали в вашей энергетической системе, могущество Бога сильнее их. Это могущество ваше. Потому вам не надо ничего бояться. Не надо бояться своей слабости и беспомощности. Эти качества не ваша суть. Они временны, приходящи. И в ваших силах это изменить. Вторая фаза. Возвращение силы своего «я». Что вы чувствуете, когда говорите «я есть»? Можете ли вы сказать это уверенно, без внутренних сомнений и смущения? Чувствуете ли вы себя существующим, присутствующим в мире, по полному праву и обладающим ценностью? Можете ли вы чувствовать себя таким, оставаясь наедине с собой? Или вы ощущаете себя реальным, существующим только в присутствии других людей? Или когда что-то делаете для них, живете их жизнью? Если вы теряете почву под ногами, когда рядом никого нет, и у вас отсутствует возможность жить жизнью другого человека, значит, вам необходимо восстановить силу своего «я», которую вы отдали другим. Вы ждете от них какой-то компенсации, но ее не будет. Если вы по своей воле отдаете свою силу, то вернуть ее себе можете только вы. Сила других людей не принадлежит вам, и вы не вправе на нее претендовать. А ваша сила принадлежит вам и только вам, и отдавать ее другим, значит, совершать преступление по отношению к своему духу. Он пришел на землю и принес сюда свою силу, чтобы вы решали свои, а не чужие задачи, чтобы вы сотрудничали с Богом, который внутри вас, на благо себе и всем людям. Если же вы просто отдаете свою силу, то служите плохую службу и себе, и другим. Другие не смогут в полной мере воспользоваться вашей силой, так как она им не принадлежит. На пользу им, как и вам, пойдет только своя собственная сила. Позвольте другим людям накопить и востребовать свою собственную силу. Позвольте и себе то же самое. У вас есть ваше Я, и это ценность. Это божественное Я, вечное, бессмертное, способное воплощаться в разных формах, но не меняющее сути. Вспомнить, осознать, прочувствовать его, значит, воплотиться по-настоящему, значит, выполнить то, ради чего пришли на землю. Вы пришли, чтобы реализовать здесь уникальные возможности своего собственного духа. Ваш дух прекрасен и наделен божественной силой. Эта сила не должна пропасть даром. Что вы сделаете с ней, зависит от вас. Решайте и действуйте. Третья фаза – принятие ответственности за свой выбор. Вам кажется, что все в вашей жизни решает судьба или обстоятельства, или другие люди, что у вас нет выбора, что вы не можете самостоятельно принимать решения. Так работает программа, определяемая вашим уроком. Она не дает вам видеть истину. А истина состоит в том, что у вас всегда есть не одна возможность выбора. Что решение на самом деле принимаете вы. И все происходящее с вами создано вами. Вы создаете свою реальность своими мыслями, чувствами и намерениями. Если вы создали нечто нежелательное, значит, вы просто не заметили, каким образом это сделали. Вы не отследили свои мысли, чувства и намерения, либо не придали им значения. Но если вы создали что-то неосознанно, это не значит, что вы не несете ответственности за созданное. Вы же знаете, что вы могущественны. Реализуется все то, что вы зададите себе в качестве исходных данных. Если вы скажете себе, я никто, я слабый, у меня ничего не получится. Вы будете слабым, и у вас ничего не получится. И в этом тоже проявится ваше могущество. Потому что это именно вы и никто другой задали себе программу и реализовали ее. А значит, и за это вы сами несете ответственность. Ответственность – это не ограничение. Ответственность – это свобода. Потому что, беря на себя ответственность, вы возвращаете назад свою силу, ту, которую вы отдали обстоятельствам, другим людям или злому року. Вы возвращаете себе власть над собой и своей жизнью. Вы отбираете эту власть у других, потому что она не принадлежит им. Каждый человек вправе властвовать над своей жизнью, но не вправе властвовать над жизнями других. Вернув себе силу и власть, вы сами решаете, как вам жить и что делать. Вы обретаете всю полноту связи со своим духом. Живете теперь в согласии с ним и под его руководством, а не под управлением других людей. Ну а дух, как продолжение любящего Бога, всегда желает вам только лучшего. Что вы выбираете для себя? Начните следить за этим. Что вы выбираете для себя прямо сейчас? Жить в любви или в страхе? Страдать или быть счастливым? Быть сильным или слабым? Если вы сейчас пребываете в страхе и беспомощности, вы создаете себе будущее полное страха и беспомощности. Ведь ваши сегодняшние чувства и мысли завтра станут вашей реальностью. Если вы сегодня выбираете жить в любви, вы создаете себе наполненное любовью завтра. Это зависит от вас. Любовь Бога всегда с вами, если вы только захотите, чтобы она была с вами. Делайте свой выбор и несите за него ответственность. Выбирайте жить в наивысших энергиях любви, и вы каждый миг будете создавать то, что станет наилучшим для вас.